Всем привет! Сегодня хочу рассказать о расходе топлива данного дизельного автономного нагревателя компании EFDIC. У него алюминиевый корпус я специально заказывал. Они говорят, что у них пожизненная гарантия на данный обогреватель. Что тут какой-то сверх супер хороший насос стоит, который не ломается. И какая-то там свеча очень хорошая. Ну, пока покупкой доволен. Работает отлично. Греет хорошо. Здесь пункт управления у него. Сегодня испытывал данный обогреватель на расход топлива на разных мощностях. Вот здесь вот записал данные в 10-20 запустил на 5,5 киловатт его, в 11-20 поставил черточку. Также в 12 перевел его на 3 киловатта, через час пометил меточку, потом перевел на 1 киловатт. Через час опять пометил, сколько расход был. Вот здесь вот расход на 5 киловаттах, вот это вот на 3, и вот здесь вот на 1 киловатте. Рулеткой померил, рассчитал приблизительно бак. Где-то на 5 киловаттах расход получился где-то около 500 грамм. На 3 киловаттах где-то 350-330 грамм. И на самом маленьком, на 1 киловатте, расход топлива получился где-то 170 грамм. Вот такие приблизительные расчеты. На 5,5 киловатт он на всей мощности работает. Вентилятор на 3,3 тоже не заметил ничего особенного. А вот на 1 киловатте он работает спокойненько, тихенько. Насос в какой-то момент включается быстрее, начинает насос работать. Видимо, поднимает температуру. Потом опять снижает обороты, снижает цикличность работы насоса. По питанию стоит аккумулятор. Аккумулятору подключена зарядная. Зарядная установила реле. При подаче электроэнергии 220 вольт зарядная запитывается, включается реле, и начинается зарядка аккумулятора. Если отключат свет, реле отключится, зарядник выключится. То есть он не будет потреблять от аккумулятора ток. Зарядная будет отключена. Если его поставить, как оно идет в заводской установке, это нужно постоянно его отключать. Ну, крокодилом как-то цепляться или еще что-то. Я подключил все стационарно. Все сейчас нормально работает. Реле установил прямо внутрь зарядного устройства. Теперь мне не нужно каждый раз отключать зарядник. В гараже отключил электроэнергию. Пошел домой, зарядник выключился, отключился от аккумулятора. Сам автоматически не нужно его отключать от клемм. Пришел в гараж, включил, зарядник включился, начинает заряжать аккумулятор. Вот так вот. Вот видите, на одном киловатте как стояло, так и стоит, а обороты он снизил. По потреблению тока еще не мерил. Судя по амперметру, при запуске он где-то ампера 4 потребляет. После запуска ампераж снижается. Пробовал включать беззарядник от одного аккумулятора. Работает, но по времени не засекал, сколько он отработает. Ампераж с собой, мультиметра с собой нет, поэтому потребление не могу померить. Померю позже. Оставлю дополнительное видео еще будет. На одном киловатте выхлоп не такой горячий. На батарее вот здесь в конце рука терпит. Вначале, конечно, не терпит горячее, но здесь в конце уже терпит. Ну и выход, соответственно, чуть теплый. На 5 киловаттах до батареи не дотронуться. На сегодня это все, что я хотел рассказать о данном обогревателе. Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте. Сниму отдельное видео, отвечу на все вопросы. Ссылочку на данный обогреватель, кому нужен вот в таком алюминиевом корпусе, оставлю ниже в описании. На этом видео завершено. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok